Особенности мода Особенности мода – новая ветка уникальных последователей героя. Сами прибиваются к отряду с ростом известности. Частота их появления и лимит зависят от известности. 30 известности – один последователь. Их нельзя оставить в гарнизоне. Распустить или передать другому лорду. Изучение культур народа в Кальраде. По ходу действия игрок изучает культуру всех шести стран. Знание той или иной культуры влияет на множество аспектов игры. Автоповышение. Юнитов по шаблону. Возможность передвигаться по глобальной карте с четырехкратным ускорением. Игрового времени. Поиск снаряжения. При разговоре с карованщиками на карте можно расспросить у них. Не встречали ли они в продаже определенные вещи. Результаты поиска при желании можно добавить в ваш журнал, чтобы не забыть. Что и где. Замена копий на другое оружие во время осад. Умное. Распределение опыта после битвы. Опыт получают только те, кто в нем нуждается. И не более чем необходимы для полной прокачки ячейки отряда. В оригинале на поздних этапах игр. Хайловилу Джерелли. Почти весь опыт си при этом. Недокаченным юнитом. Главного героя и его компаньоном оставались крохи. Каждый город имеет своих. Уникальных юнитов. Тренируются из обычных юнитов фракции. Доступны только вассалам фракции, владеющие городом. Хозяин города имеет их в своем отряде. Каждый замок специализируется на одном. Из обычных фракционных юнитов. Схема та же, что и в городе. Этих юнитов за деньги можно натренировать из ниже стоящих. Разговор со всеми из. Меню города. Маршбросок. Скорость отряда увеличивается в полторы раза. Боевой дух падает каждый час. Причем с каждым часом падает все сильнее. Включится и выключается либо в меню лагеря, либо клавиши M на глобальной карте. Работает и в режиме ускорения времени. Бой длится пока игрок этого хочет. После стандартных двух волн подкрепления предложений закончить раунд или дождаться еще одной волны. Вассалом и главному герою добавлена личная охрана. Автоповышение личной охраны. Исхайловилов в фракции. К которой принадлежит главный герой. Количество ограничено и рассчитывается по формуле лидерства плюс известность. Делить на сто. Автоповышение происходит раз в день. При условии, что в вашем отряде есть нужные войска. Например, у свадеи свадские королевские рыцари повышаются из свадских рыцарей. Информация о ее лимите добавлена в отчет о численности отряда. Национальные магазины. Большинство вещей разделено по фракциям. Из продажи удалены дешевые шмотки. Сортировка вещей в магазинах по типу. Изменение условий ношения доспехов и оружия. Для примера, латный доспех теперь требует 22 силы. Также добавлено требование к счетам. Улучшение отношений с городом при победе в Турнире Убийстве пьяницы Помощи соседней деревне в битве с бандитами и плюс один к отношению лорда-хозяина Деревни Ребаланс фракционных юнитов по специализации Например, у радокской пехоты теперь только древковое оружие Конница Кроме киргидской, занимает два места в отряде Состав отряда Пехота или кавалерия Теперь почти не влияет на скорость его движения Каждый охотник за головами Добавляет один к количеству пленных Каждый женский юнит прибавляет один к морали Но не более чем количество мужских юнитов Информация добавлена в отчет о морали Мини-карта во время боя Автоматический сбор трофеев Возможность отдать остатки лута членам своего Отряда в счет жалования Навык торговли главного героя при этом не учитывается Автопродажа вещей Старевщику При автопродаже учитывается только треть навыка торговли главного героя Игрок резервирует ячейки в инвентаре главного героя Предметы из которых не будут продаваться Выбор культуры своего королевства Автоматически приводит к войне с фракцией этой культуры Торговля с Караванами Навык содержания пленных суммируется у всех НПС в отряде Цена Содержание и повышение зависит еще и от отношений с фракцией юнита Врагам в отряде придется платить очень много До полной нерентабельности Знание культуры пропорционально снижает негативный эффект Цена содержания и Повышение юнитов своей культуры не зависит от отношений с фракцией При Нападении разбойников ночью с героем в битве участвуют и его компаньоны Но разбойников теперь больше Посредники во всех тавернах Нельзя продать Пленных если вы проникли в город тайной или если фракция пленник и города Одинаковые Отношения с фракцией не влияют на мораль ее юнитов Если культура одинаковая Знание культуры пропорционально снижает негативный эффект Ярмарки во время Праздников в городах Цены покупки и продажи на 20% ниже Еда портится в два раза медленнее Путники Изначально знают где находятся компаньоны Все книги Кроме той, что добавляет интеллекта Теперь можно прочесть плюс один к навыку навсегда и все они дают бонус если в Инвентаре плюс один Книги стали дороже в два раза Информацию о требовании к интеллекту и бонусам можно увидеть в инвентаре Наведя курсор на книгу Скорость чтения книг зависит от уровня интеллекта После уничтожения фракции Армии остальных фракций увеличиваются на 20% Возможность вступить в битву без Участия союзников А можно и с ними Наемники нанимаются через икно найма По умолчанию в деревнях нанимаются Только крестьяне Рекруты фракции признание культуры 100% Принадлежности к фракции владельцу деревни Или если культура фракции игрока Совпадает с изначальной культурой деревни В меню города или замка добавлено Информация об оригинальной фракции и особом юните Зацепия Продолжение следует... 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 а 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 в под Продолжение следует... 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 Продолжение следует...